приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы очень часто вы спрашиваете какое самое экологически чистое покрытие для сыров но естественно с точки зрения банальной эрудиции самое экологически чистое это воск потому что пакеты так или иначе сделаны из полиэтилена латекс сделан тоже из нефтепродуктов в конечном счете и плюс к тому мы недавно делали обзор хорошего латекса на водной дисперсной основе вот действительно хорошее покрытие когда латекс на акриловой основе делается он настолько резкий запах имеет что в процессе вызревания этот запах переходит и непосредственно к сыру вакуум-упаковка тоже так или иначе полиэтилен так вот самое чистое покрытие это воск для сыров но есть два нюанса во первых мы не знаем из чего этот воск сделан во вторых стоит он достаточно дорого так вот предлагаю вам альтернативу совершенно ну совершенно реально экологически чистое покрытие которое для сыра для созревания которое можно приготовить домашних условиях для этого нам понадобится ну естественно сыр друзья для этого нам понадобится пчелиный воск который продается вот таких вот шайбах а значит стоимость его у нас в украине 160 170 гривен за килограмм то есть совершенно спокойно на улыксе можно найти сколько стоит пчелиный воск в россии я не заморачивался но в любом случае это дешевле специализированного воска для покрытия сыров это первое и второе пчелиный воск это совершенно натуральный продукт то есть купить его не составляет никакого труда и понадобится растительное масло сейчас друзья прямо здесь я приготовлю покрытие самое экологически чистое покрытие для сыра приготовлю его буквально за пять минут и мы с вами покроем сырок для начала приготовим нужное количество воска соотношение воска и масла 80 процентов воска то есть я буду использовать 800 грамм и 200 грамм масла для того чтобы воск расплавить быстрее надо его вот так вот ножом в моем случае конечно это проще сделать где-то на улице топориком каким-то не портить нож не портить досточку ну я уже начал демонстрировать поэтому сейчас поиграю здесь наколю ножом и так друзья наколол я 800 грамм воска добавляем сюда 200 грамм масла всего у нас получится килограмм воска и помещаем эту смесь на плитку для того чтобы его растопить то есть технология отопления такая же как если бы вы купили специализированный воск для сыра можно делать либо на электрической плитке лучше всего делать на водяной бане будет немножко дольше на газовой плите очень не рекомендую делать потому что воск если вдруг брызнет на газ он сильно горючий может случиться непоправимая поэтому идеальный вариант конечно чуть дольше но на водяной бане растапливать но в крайнем случае я же говорю можно на электроплитке главное делать это не очень сильным нагревом и достаточно аккуратно чтобы воск не разбрызгивался не попадал на плитку чтобы исключить возможность возгорания растапливание воска на плитке занимает около 10 минут теперь приступим непосредственно к покрытию сыра покрываем методом окунания оставляя себе стектора чик за который мы можем держать воск очень горячий застывает достаточно быстро когда эта часть остыла обрабатываем вторую часть точно также погружением и даем ей остыть такую процедуру проведу с каждой стороны по два раза чтобы образовался хороший слой воска равномерный таким образом друзья мы получаем очень экологически чистая квартира покрытие очень вкусно пахнущее она реально пахнет медом очень ароматная и лишнюю лишний воск лишнее покрытие мы просто переливаем в любую емкость которой можем его хранить и даем ему застыть так как покрытие с маслом она получается эластичная и возможно это покрытие использовать даже для сыров с пропионовыми бактериями которые раздуваются покрытие не будет лопаться как и покрытие заводского изготовления из воска вот то что вы можете купить допустим магазинах для крафтового сыроделия но задорого я примерно две одинаковые емкости вот так вот сделаем друзья сейчас этот сырок остынет мы его разрежем его специально приготовили для того чтобы покрыть его воском разрежем и покажем это покрытие еще на разрезе я дождался пока воск полностью остыл и хочу вам показать результат посмотрите какое мы получили покрытие она очень легко чистится и при этом блин я не знаю как показать его эластичность то есть видите сыр мягкий я его сжимаю никаких трещин не появляется она даже более эластичная чем тот воск который проект продается приготовленный в производственных условиях скажем так при этом даже если мы берем тоненький кусочек сыра покрытие совершенно спокойно снимается конечно друзья я покрывал неси сыр длительного срока вызрев возревания а просто в целях эксперимента покрыл обычный сулугуни чтобы показать вам насколько это просто и классно помимо этого покрытие имеет потрясающий просто запах меда она настолько вкусно пахнет не знаю некоторых случаях конечно этот запах меда может тоже помешать сыру но тут надо следить за качеством самого самого воска вот такой вот желтый воск он больше он очень сильно пахнет медом но такое имеет серьезно сильный запах пыльцы скажем так и меда есть более коричневый воск он более нейтральный это конечно пахнет фантастически имеет меньше запах таким образом после того как мы закончим головку как бы съедим ее мы это все покрытие куда-то собираем в какую-то тарелку отправляем его тут ту же кастрюльку которой мы плавили предыдущий воск и используем бесконечное количество раз мы получаем самое экологически чистое покрытие для сыра при этом не очень дорого и это покрытие можно использовать неоднократно сыр не он сохраняется также как и в производственном воске а какой еще плюс при покрытии таким воском поддерживать влажность уже при вызревании сыра не обязательно надо только поддерживать температуру и как я уже показывал покрытие эластичное то есть можно до его использовать даже для сыров с пропиона кислыми бактериями ну вот друзья такую фишку очень часто просто спрашивали про вас как использовать вот так вот использовать пользуйтесь на здоровье с удовольствием с вами этим делюсь естественно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал делайте срочки покрывайте его натуральным покрытием и наслаждайтесь вкусом своего любимого домашнего сыра спасибо за внимание всего доброго пока